Привет! Я снова с вами в своем новом розовом свитшоте. Сегодня я хотела бы снять видео о моих покупках с сайта Lime Crime, посылка с которого мне недавно пришла. Там очень много продуктов для губ и в основном там миниатюры. Вот они за мной. Сейчас я вам все покажу. Вот такое великолепие у меня здесь. Я начну сразу с наборов, потому что они самые объемные, а потом уже перейдем к полноразмеркам. Вот, кстати, вся моя коллекция, которую можно сейчас пользоваться. Если вы смотрели предыдущее видео о разборе моей косметики, где я выбрасывала в том числе помады от Lime Crime, это все, которые у меня остались на данный момент. И из них вот здесь вот новые. Итак, начнем с миниатюр. Первое — это трио блесков и знаменитая формула. Как они называются? Cherry Gloss, по-моему, да. Я купила и даже не знаю что. Limited Edition Mini Wet Cherry Ultra Shine Lip Gloss Set. Yes! Да, мы учим английский. Так, вот так она открывается сразу. Даже ничего не пришлось отрывать. Они такие маленькие. Оооо, малышки. Очень-очень мило выглядят. Вот так они выглядят. Совсем-совсем малышки. Эти должны быть прозрачные и только с блестками, а это должен быть оттеночный вроде, как я смотрела по обзорам. Зря я надела толстовку, конечно. Ладно, будем свочить все на руке. Начнем вот с такого сиреневого малыша. Мне очень нравится их формула. Посмотрим, пахнет ли он так же, как полноразмерка. Он должен пахнуть вишенкой. Да, он пахнет так же, как полноразмерка. Так. Ну да, он совсем без оттенка, только блестки. На камере, по-моему, ничего не видно. Видно блеск. Да, в жизни у него очень красивые такие сиреневатые блесточки. Второй у нас зелененький. А у этого блестки уже зеленые и синие. Все оттенки всех блесков я обязательно напишу в описании под видео. Теперь оттеночный. Тоже пахнет вишенкой. Да, он уже без блесток, просто легкий оттенок. Как вы поняли, сегодня я не буду все это свочить на губах, потому что мои губы просто умрут от количества матовых помад. Это у меня три блеска сейчас, потом у меня еще в наборе пять помад и тут десять помад. И если я все это буду свочить на губах, мои губы спасибо мне за это не скажут. Поэтому, мне кажется, будет более наглядно, если я все посочу на руке. С блесками с этими закончили. Давайте сразу затронем и полноразмерки, потому что у меня есть один полноразмерный блеск. Вот так выглядит полноразмерка, вот так выглядит миниатюра. Очень миленько на самом деле. Ну вот он доходит прямо чуть выше крышечки. У меня это оттенок Diet Cherry, и он очень классный. У них тут здоровенный аппликатор. Да, совсем другое уже. Прям оттенок-оттенок. Я попробовала этот блеск на губах. Как только они ко мне пришли, мне было интересно, потому что блески я, в принципе, не люблю и не ношу. Но Lime Crime все так расхваливали, что я не могла не купить и не попробовать. И это лучший блеск, который я когда-либо пробовала. Он совершенно не липкий, практически не ощущается на губах. Он очень приятно пахнет, и он оттеночный, и у них там очень много оттенков с блестками, как у меня в миниатюрах. И вот такие вот красненькие. Он потрясающий. Просто лучший блеск, который у меня когда-либо был. Отзывы не врут. Следующий набор — это их знаменитая формула Plushes, но они металлизированные. Посмотрим, как это будет выглядеть. Оп, все снимается прекрасно. Ничего не нужно разрывать. Мне это нравится. Вот так они выглядят. Мне кажется, вот это будет очень сильно желтеть зубы. Посмотрим их на руке. Начнем с такого сиреневатого. Так, у них странный запах. Сейчас давайте нанесем. Пахнет не конфетками, как обычно пахнут. Помадой от Lime Crime. Вот так прикольненько. Матовый такой прям сразу видно. Так, у меня там есть две полноразмерки Plushes. Посмотрим, как пахнут они. Мне прям стало интересно. Это странно. Следующий у нас такой золотой. О, красота. Красота. А вот этот пахнет сладенько. Блин, может, сиреневый испортился? Черт. Ладно. У меня просто был один раз такой из Dose of Colors, когда я заказала набор помад, и там одна очень плохо пахла. И я ее так и не носила, и в итоге избавилась от нее. Вы, наверное, могли это видеть в предыдущем видео. И теперь у нас такой розоватый. Вот это тоже пахнет сладенько. Блин, наверное, все-таки у меня испорченный сиреневый. Жалко. Вот так они смотрятся. Симпатично. Сейчас посмотрим, как они будут выглядеть, когда полностью высохнут. Ну, блески смотрятся чумачечи. Мне очень нравится. С миниатюрками тройками закончили. Теперь перейдем к знаменитым вельветинам. Это Jolie Holiday. Кстати, все это я покупала на скидках уже. Эти наборы миниатюр мне стоили по 8 долларов. Этот набор из пяти помад 14. А самый большой вот этот 27 баксов. На минуточку помада от Lime Crime стоит 20 долларов. А мне тут 10 за 27. Это очень крутая цена. Если еще смотреть на то, что я ни один цвет Lime Crime я не использовала полностью. У меня есть райот, по-моему, который там уже на донышке. Но там все равно еще достаточно продукта, чтобы пользоваться и пользоваться и пользоваться. Так что миниатюры это лучшее решение. Тем более за такую цену. Тут у нас 5 оттенков. Я, кстати, не помню, какие тут лимитированные оттенки в этих наборах. Какие нет. Но в большом там 100% все их бестселлеры. Поэтому все оттенки, которые есть в большом, вы можете найти в полноразмерке на сайте Lime Crime. Вот я распаковала уже, вытащила. Сейчас тоже сравним размер, миниатюр и полноразмерка. Вот так выглядит миниатюра. Лулу. И вот полноразмерка. На самом деле нормально. Ну, я думаю, половина продукта тут есть точно. Вот такая вот малышка. Как я говорила, эту Лулу. Пахнут они прикольно. Мне нравится запах велетинов. Ну и формула у них просто потрясающая. Это была моя первая матовая помада. Я купила сразу пять штук. Ой, как я их любила. Они, кстати, у меня несколько все-таки остались, по-моему, здесь, которые все еще можно использовать. Второй оттенок это металлизированный красный. Называется Safron. Это металлик. Ой, он даже не красный, а какой-то персиковый. Похож чем-то на этот. Да, что-то есть, но чуть-чуть более оранжевый. Так, прикольно, прикольно. Следующий у нас это Rastik. Я надеюсь, я правильно произношу. Произношу. Если не Rastik, то Rustik тогда, да? Окей. Также чудесно пахнет. Вау, какой цвет. Красивый. Следующий. Cindy. Любовь. Потрясно пахнет конфетками. Как мне нравятся такие коричневатые оттенки. Ууу, в следующем видео он у меня будет на губах. Красивый. Синди. Это у них из коллекции Girl, 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 по-моему. Что-то такое было. Там все помады были названы женскими именами. Я даже хотела купить набор полноразмерок. Но когда я уже была готова их купить, у меня были деньги. Помад не было на сайте, к сожалению. Потому что там наборам было дешевле, чем они по отдельности покупать их. Следующий. Это New Americano. Такой красный оттенок. Вау. Вау. Вот это красный. Он даже какой-то красно-оранжевый. Красота. Мне все нравится. Все остальное будем сочить здесь. Так. Уп-у-пуп. О, да. Короче, здесь 10 бестселлеров Lime Crime. И тут есть 100% мои любимые помады. 100%. И теперь я могу избавиться от старых полноразмерок и пользоваться этими прекрасными, шикарными миниатюрами. Надеюсь, они все будут пахнуть хорошо и не будут испорченными. Первый у нас Feelings. У меня еще такого не было. Он темно-темно-красный. О, он пахнет еще и ванилькой. Шикарно. Так. Вау. Чудесный такой темно-кровавый оттенок. Шикарный. Следующий у нас это Кашемир. Тоже у меня еще его не было. Знаю, очень многие его любят. Пахнет потрясающе. Да, прям мертвецкий. Такой красивый оттенок. Я такое тоже люблю. Буду его, думаю, носить часто. Вау. Следующий это моя любовь. Это Riot. О, боже мой, как я люблю этот оттенок. И он пахнет потрясающе. Все, я теперь снова смогу пользоваться своей любимой помадой. Он такой коричнево-оранжевый. Видите? Он шикарно смотрится на губах. Я его носила каждый день, помню. И вот это один из тех, которые у меня на донышке. Вот именно вот этот оттенок. Следующий это классический красный от Lime Crime. Называется Red Velvet. Вот так он выглядит. Пожалуйста, пожалуйста, пусть ты будешь вкусно пахнуть. Да, победа. Мне кажется, у меня всего один испорченный оттенок здесь. Хотя не должно быть ни одного. Так, он похож на этот, но этот более оранжевый и более яркий. Это, да, такой привет классический красный оттенок. Все из-за карантина работают дома. И у нас целый день кто-нибудь что-нибудь сверлит. Ура. Спасибо. Следующий оттенок это тоже моя большая любовь. Называется он Teddy Bear. И он такой пригушенный фиолетовый. Потрясающе пахнет. Да. Это оттенок, если смешать какой-нибудь фиолетовый с кашемиром. Вот это вот будет Teddy Bear. Шикарный оттенок. Тоже моя большая любовь. Вот эти два я носила нон-стопом, как они у меня появились. Следующий оттенок, который у меня все еще есть в полной размерке, называется Bleached. Я его носила не так часто. Если честно, это не один из моих любимых оттенков. Пахнет он потрясающе. Вот он, если смешать какой-нибудь персиковый с кашемиром. Не знаю, может мне стоит попробовать. Может с моей новой прической он на мне будет смотреться немножко по-другому. Потому что с моим натуральным цветом волос он выглядел на мне бледно и делал меня бледной. Следующий. Ай! Вы видите это? Не видите? Видите? Фу! Блин! Lime Crime! Ну что это за фигня? Вот поэтому я начала снимать распаковки. Это какая-то жесть. Это что-то типа клея. Видите эту паутинку? Я не знаю, видно? Нет? Но, короче, так видно. Видите? Эти голые, а вот тут какой-то рельеф. И это, короче, вон там свисает внизу. Класс. Это что-то типа клея. Иу. Так, сейчас я это быстро вытру и вернусь к вам. Lime Crime! Вот так. Восхищаешься, восхищаешься помадами. А потом они берут и наливают тебе клея. Зачем они это сделали? Ну типа, понятно, случайно, ошибка какая-то. Ну, блин! Пальцы приклеиваются. Аааа. Да, не зря я сняла распаковку. Чудесно. Чудесно. Блин, ладно, потом это все доделаю. Надеюсь, внутри помады ничего из этого не попало. Будет не очень приятно. Оттенок это, кстати, Red Rose. Один из самых классных, который я хотела попробовать. Тщательно вытерла, насколько смогла. Продолжим. Ну вот, да, видно, что приклеилось тут от салфетки. И видно, наверное, что у меня палец приклеивается. Да, вот так. У меня приклеивается палец. Шикарно, шикарно. Новая помада. Пахнет она шикарно. Цвет потрясающий. Надеюсь, со мной ничего не случится. Тогда я буду ее использовать. Посмотрим, что с остальными помадами. Так, давайте я сразу при вас буду вытаскивать. Так, тут все отлично. Клея нет. Это оттенок Saint. У меня его тоже не было. Пахнет. Также потрясно. Вау! Почему у меня раньше не было? Это оттенок, если смешать Riot и TDP. Да, есть что-то. Вот если вот эти два смешать. Потрясающе. Потрясающе. Здравствуй, новая любимая помада. На губах, я думаю, она тоже должен смотреться отлично. Теперь я буду при вас вытаскивать. Ага, все чисто. Это Wicked. Так, тут, видимо, помада протекла. Короче, тут, да. Вот так, если я поскорю. Я не знаю, видно вам или нет. Короче, тут то ли помада протекла и испачкала эту упаковку. Потому что они же матовые. И любое вот такое пятнышко видно. Потому что тут, по-моему, отпечатки пальцев. Ну да, вот. Видно, да, что она грязненькая такая. Вот здесь чисто, а вот здесь грязно. Да. Но она могла протечь. Ладно. Пахнет приятно. Да что ж такое-то? Короче, если со мной что-то случится после использования этих помад, вы видели, как они ко мне пришли. Если что, вы мои свидетели. Оттенок шикарный. Это как сейн, только более коричневый. Последний оттенок. Давайте, барабанная дробь. Так все было хорошо. Так, это у нас pumpkin. Тыковка моя. Так, все чистенько. Видите, чистый-чистый. Я теперь зато буду знать, как нужно показывать помады. Вытаскивать, смотреть, чтобы ничего не было, никакого клея, ничего. Потом открывать крышечку, смотреть, чтобы она была чистая, нетронутая. Отлично. На своих ошибках учимся. У-у-у-у-у. Блин, прям тыковка-тыковка. Отлично. Как мне нравятся свотчи. Закатаем другой рукав. И сейчас я хотела бы посвотчить. У меня получается одна помада, которая у меня сейчас на губах. Это металлик. Два плашеса. Один карандаш для губ. И один блеск, который вы уже видели. Начну я с карандаша. Карандаш я тоже купила на скидке. Стоил он мне 8 долларов. И он потрясающий. Я уже нанесла его на руку. Пробовала наносить на губы. Он шикарный. Потом попробую нанести на все губы. Посмотреть, пляшевит ли он. Потому что он фиолетовый. Как же они классно делают упаковку. Вот только посмотрите. Металлизированная красная крышечка тут. Все в розах. Чума. Так, блин, нет. Мне неудобно на этой руке свотчить. Продолжу на этой. Фиолетовый. Оу, да. Шикарный. Такой синий-фиолетовый оттенок. Подобных помад у меня немного. Совсем немного. Сейчас-то видно, да, каких у меня помад больше. Нейтральных и красных. Ну и в принципе вся моя коллекция тоже такие нейтральные, темные, темно-коричневые помады. Фиолетовые у меня есть. По-моему, одна только помада сейчас. От Fenty Beauty. Вот так она выглядит. Фиолетовая помада от Rianne. Fenty Beauty. Кстати, давайте попробуем. Посмотреть, подойдет ли она к карандашу. Нет, она более темная. Видимо, все-таки мне придется покупать черный карандаш для губ от MAC. Следующий у нас оттенок Metallic. Называется он Eclipse. Шикарный оттенок. Мне очень нравится, как он смотрится на губах. Я его, по-моему, уже несколько раз наслоила. Но он потрясный. Пахнет потрясающе. Он такой вот красно-коричневатый с переливом, с блестками. Обожаю, обожаю, обожаю помады от Lime Crime. Из нового я еще не посвочила, только два оттенка Blushes. Вот так они мило выглядят. У них розовая крышечка с белым медвежонком. У меня два оттенка. Один называется Turkish Delay, а другой Blackberry. Я их только свочила, на губах еще не использовала. Но про эту формулу тоже наслышано. Начнем с Turkish Delay. Они, кстати, пахнут так же, как их миниатюра. Не отличается запах. Давайте прямо рядом с миниатюрками и посвочим. Очень приятный оттенок. Я думаю, он будет красиво смотреться на губах. Следующий у нас, как я и говорила, это Blackberry. Шикарно пахнет. И он такой красноватый. Это все мои новые помады на руке. Я обожаю формулу от Lime Crime. У меня тут новая формула, которую я еще не пробовала. Металлики у меня были раньше. Металлик у меня сейчас на губах, и он шикарный. Мне интересно, как будет вести себя карандаш. Но я слышала очень много положительных отзывов. Блески я люблю уже. Плашесы больше всего меня интересуют. Если хотите, я потом сниму обзор конкретно на них. Даже мне будет интересно, как он будет вести себя в течение дня. Посмотрим. Матовые помады. Их я просто обожаю. Это одна из моих любимых формул, если не самая любимая. Они стоят у меня на одном уровне с матовыми помадами от Dose of Colors. Давайте, знаете, что сделаем? Я все-таки на этой руке посвочу все полноразмерки, которые у меня есть от Lime Crime. Заодно я вспомню, какие у меня есть полноразмерки от Lime Crime. Да, я настолько редко пользуюсь своими помадами. Надо это исправлять. Первая у меня это Stasis Mom. Это было из лимитированной коллекции, где у них было по 4 помадки в упаковке такой типа пачки от сигарет. Очень было много споров в сети из-за этой упаковки. Пахнет она все еще хорошо. Я правша, поэтому не знаю, как я буду наносить слотчи левой рукой. Но вроде неплохо. Очень красивый оттенок. Он похож на Teddy Bear, но немножко светлее. Следующий у нас как раз Teddy Bear. Сейчас мы их и сравним. Пахнет он все еще хорошо. Так что, может, миниатюрку пока я оставлю неиспользованной. Ну да. Stasis Mom немножко светлее, но они очень похожи вместе. Видите? Вот этот чуть-чуть более фиолетовый, этот чуть-чуть более коричневый такой. Оба красивые. Следующий оттенок один из моих нелюбимых. Называется он Blitch. И да, он все еще пахнет хорошо. Может, это из-за того, что я его редко использовала? Даже если сравнить его с теми помадами, которые у меня ходят в любимчиках, ну, он очень сильно отличается. Посмотрим, как он поведет себя с моим обновленным имиджем. Следующий называется Cogar. Надеюсь, я произнесла правильно. Он тоже излимитированной этой коллекции. Он тоже в той же тональности, что и Teddy Bear, и Stasis Mom, но чуть-чуть более коричневатый такой. Да, даже более цвет хаки напоминает. Следующий оттенок у нас, вот этот как раз MILF. Вот так называлась эта лимитированная коллекция. Вот этот я тоже редко использую. Такие бежеватые нюдовые оттенки у меня в любимчиках не ходят. Но этот такой прям нейтральный-нейтральный, и если этот более персиковый, то этот чуть более розоватый. Вот такие, кстати, больше на каждый день подойдут для меня лично, чем вот такие вот. Так, следующий это Low Cut, опять из этой лимитированной коллекции. Там было ровно четыре помады. Эта помада тоже шикарно пахнет. Оттенок очень похож на Riot. То есть я не знаю, у меня остался он или нет. Сейчас посмотрим. Вот он Riot, сейчас как раз посвочим их рядом. Так, Riot испортился. Да, Riot испортился, но я смогу его сейчас заменить. Так. Это мы сразу откладываем и потом выбрасываем. Вот так они выглядят. Да, он очень похож. У них в принципе все лимитки очень похожи на их основную коллекцию. Там меняется, ну вот эти похожи. Вот этот сейчас я рядом свочу. Еще один оттенок, который у меня есть, подобный. Вот эти похожи, как вы видите, да. Lime Crime молодцы. Лимитированные коллекции у них не одинаковые. То есть там оттенки отличаются. В основном новые. Но они действительно прям не близнецы, так сестрички. Так, это оттенок Shroom. И он все еще нормальный. Так. Нет. Shroom не похож ни на что. Вот он прям такой хаки с добавлением горчичного. Вот это прям он, Shroom. Опасный оттенок. Я его редко носила. В видеофон ни разу. Надо это исправить. Потому что мне он нравится. Это все мои помады от Lime Crime. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, вы так же, как и я, удивлены этой ситуацией с миниатюрами. Надеюсь, это случайность. Я одна такая. И больше таких нет помад. Потому что это очень неприятно. Это, конечно, не трагедия. Это не так страшно. Но просто немножко неприятно. Это все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал. Ставить лайк, если вам нравится подобный формат видео. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok